Всем привет! Каждый день мы пользуемся огромным количеством разнообразных вещей. От простой зубной щетки до технически сложного персонального компьютера. И вы можете даже не догадываться, что все эти вещи были продуманы до мелочей, каждая из которых выполняет определенную функцию. Например, вы когда-нибудь задумывались, зачем на туалетной бумаге делают красивые узоры или каково предназначение дырок по бокам кет? Итак, это пять вещей, о предназначении которых вы не знали. Поехали! Узоры на ребре монеты Первые монеты были изготовлены в Лидии, древнем государстве на территории современной Турции, примерно в 680 году до нашей эры. И прежде чем продолжить историю, уточним, что лицевая и задняя стороны монеты называются аверс и реверс, боковая — гурт. Безусловно, аверс и реверс — это главные части монеты, по которым мы определяем ее достоинство, страну и год чеканки. Однако исторически именно боковая грань или гурт позволяла определить, является ли монета оригиналом. Как вы знаете, раньше монеты изготавливали из чистого золота или серебра. Средневековые мошенники придумали хитроумный способ, как разменять монету и прикарманить грамм золотишка. Они аккуратно соскребали драгоценный металл с краев монеты. Со временем она становилась уже в диаметре, и ее первоначальная стоимость падала. Позже на гурте стали ставить особые отметки, чем усложнили воришкам жизнь. Теперь, если подобные метки отсутствовали, монету могли просто не принять. Душки очков Две прикрепленные друг к другу линзы оправа, а по бокам душки — вот что обычно приходит в голову, когда мы слышим слово «очки». Однако такую форму очки имели не всегда, и, встретив человека 18 века, мы бы удивились, что за странную вещь он держит в руках и для чего она вообще нужна. А началась история более 700 лет назад, когда итальянец Сальвино Дормато изобрел первые стекляшки, корректирующие дальнозоркость, и заключил их в оправу из костей животных. Примитивные очки никак не крепились на лице, поэтому, когда нужно было что-то рассмотреть, их приходилось держать в руках, иначе бы те упали и разбились в дребезги. Для решения проблемы предлагались самые разнообразные идеи — прикреплять очки к шлему, привязывать к голове специальной ленточкой и так далее. Но благодаря изобретателю 18 века Эдварду Скарлетту, дужки приобрели тот вид, который мы знаем сегодня. Именно он догадался извлечь пользу из ушных раковин и зацепить за них, словно крючком, дужки очков. Идея прижилась, и сегодня любые очки, будь то солнечные для зрения или 3D, выпускаются именно в таком дизайне. Узоры на туалетной бумаге Использование бумаги для гигиенических целей впервые было зарегистрировано в Китае в VI веке нашей эры. Сегодня туалетная бумага изготавливается из многих типов сырья с различными тиснениями, узорами и текстурами. Она может быть увлажненной или ароматизированной, а также различаться по таким характеристикам, как шероховатость, прочность, влаговпитываемость и так далее. Некоторые люди считают, что узоры на туалетной бумаге печатают лишь из эстетических соображений, чтобы скратить наше одиночество в туалете. Это правда, но лишь отчасти. Тиснение служит еще и для лучшего сцепления бумаги с кожей, что помогает эффективнее захватывать и удалять загрязнение. Боковые дырки на кедах Чаще всего их можно увидеть на моделях марки Converse. Как ни странно, они выполняют целых три функции. Первая и самая очевидная – вентиляция. Закованная в плотный герметичный материал, кожа ног перестает дышать. Дырки позволяют воздуху проникать внутрь обуви, благодаря чему ваши ноги перестают потеть. Также вентиляция препятствует развитию различных неприятных заболеваний, например, грибка. Во-вторых, если через отверстия протянуть шнурки, кеды станут по ощущениям более узкими и прилегающими. Рекомендуем попробовать эту необычную шнуровку всем, у кого узкая стопа или кто ценит ощущение контроля при ходьбе. Ну и третья функция боковых люверсов – просто эстетическая. Согласитесь, что подобные кеды смотрелись бы уже не так классно без этих маленьких, но важных элементов стиля. Цветные кружочки и кубики Ряд странных цветных блоков можно обнаружить почти на любом товаре из супермаркета, будь то пачка чипсов или молоков тетрапаки. Это явление настолько распространено, что среди потребителей даже родилась теория, что таким образом нас изучают и контролируют большие корпорации. Спокойно, без паранойи. Истина намного проще. Цветные кружки являются метками для сведения цветов при полиграфической печати, то есть нужны исключительно ради технического контроля цвета упаковки и не имеют никакого отношения к ее содержимому. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская – твое настроение.